друзья вас приветствую меня зовут вадим компания алтегруп сейчас мы находимся на одной из наших стоянок в городе владивостоке я для вас сейчас сидел выбирал кожи автомобиль подснять много вариантов генезис фиты различные range rover и но мой выбор пал на бюджетный вариант и скорее такие а морнин привезли мы его всего за 1 и 2 миллиона рублей из кореи и сейчас по нему про него подробнее расскажу конкретно этот автомобиль у нас достаточно жирной комплектации можно взять попроще можно взять пожирней у нас жирная чем отличаться жирный не жирный во первых диски у нас низкопрофильная резина 16 диски можно привести дешевле с 14 дисками с большой резиной также у нас здесь идут такие вставочки в обычных комплектациях их нету и по салону что есть нюансы также у нас линзованная led-оптика премиальная светит классно в темноте ярко будет выглядеть ваш автомобиль также туманки они выделяются они классно смотрятся интересное такое дизайнерское решение от корейских наших партнеров что друзья пробежимся вокруг автомобиля во первых что у нас здесь представлено это бесключевой доступ работает он с кнопки очень просто нажимаешь открылась нажимаешь закрылась также в ушах у нас повторители и есть контроль слепых зон классная функция мне лично на на дороге очень очень помогает на порогах у нас также модные дизайнерские вставки от корейцев и черный смотрится симпатично на крыше плавник некоторых комплектациях также есть антенна вкручивают сюда но здесь нету ну и ладно ну и задняя часть автомобиля класс смотрится современный модный автомобиль кстати машины из кореи называется киа морнинг точно такой же автомобиль для российского рынка будет называться уже киа пиканта кстати киа пиканта идет с объемом 1 2 литра киа морнинг для корейского рынка только литровые взглянем в багажник маленький багажник ну малолитражка чего вы хотели ничего тут особенно вы не видите давайте глянем подполик сразу у нас тут компрессор ремкомплект знак да и в целом все даже запаски нету но тем не менее есть регистратор на корейских автомобилях он идет всегда и везде на любом автомобиле и спереди и сзади насколько мне не изменяет память по моему в корее есть такой закон что есть камера заднего вида тоже здесь встроено ну что друзья переместились мы на задний ряд сидений честно скажу место здесь маловато но тем не менее отделка салона выглядит целом достаточно качественно здесь у нас кожзам скорее всего но тем не менее смотрит симпатично к сожалению подлокотника здесь нет стеклоподъемники электрические никаких воздухообдувов нет ни зарядок нету здесь ничего не предусмотрено для пассажира сзади а вот спереди уже с дизайном здесь конечно поинтереснее что начнем с рулевого колеса во первых хочу отметить что несмотря на то что автомобиль прям дешевый это самый дешевый автомобиль который можно привести скорее тут полный мультируль круиз-контроль удержание полосы управление мультимедией и так далее тому подобное то есть ну полный жир здесь в целом все есть также есть желтая строчка по всему салон мультимедиа у нас не русифицирована но в целом что здесь карта климат-контроль у нас к сожалению не раздельная а общее также есть подогрев сидений у пассажира и у водителя обдув есть только у водителя ну кстати есть подогрев руля ну вот смотрите автомобиль стоит 1 миллион двести пятьдесят тысяч рублей здесь есть подогрев рубля классно классно здесь у нас на дверной карте расположены циклоподъемники блокировки различные регулировка зеркал и так далее ничего нового что сверхестественно видите да у нас здесь лежит такой коврик но это уже владелец в корее для себя приобрел вот им нравится они так делают пакеты у нас остались заводские автомобиль с пробегом всего 9000 километров до метра у нас выполнен достаточно консервативно ничего лишнего здесь нет стрелочки обычной длинная короткая ничего не мешает ничего не отвлекает больше всего любит день и у нас на механической рубировки то есть можно поднять можно отрегулировать спинку ну естественно подвигаться также руль и регулируются механически друзья ну на самом деле за данный бюджет выбор у нас невелик скорее вообще мало можно автомобили привести за такую сумму а вот с японии уже можно как бы потягаться можно нота и power привести хотя это не гибрид да просто литр объем автомат и все но вот с японии можно нота и power гибридного привести можно это паса литровую привести toyota vids toyota yaris то есть в японии есть где развернуться в таком классе автомобилей корее к сожалению не так все прекрасно вот эта тачка на реально достойно если вы хотите малолитражку литровую на левом руле шикарный вариант для вас если вы готовы ездить на правом руле то вы можете рассмотреть уже в этом пасе чуть пожирнее автомобили с большим количеством функций ну что друзья вот наш супер короткий супер полезный обзор подошел концу если вы хотите прочитать стоимость любого автомобиля под заказ японии кореи либо китая переходите в описании к этому видеоролику нажимайте на ссылку получить расчет и абсолютно бесплатно наш менеджер рассчитает вам стоимость любого автомобиля под